Музыка Россия постоянный член Совета Безопасности ООН, который в общем-то обладает возможностью оппонировать американской политике и обладает легитимными механизмами для того, чтобы блокировать американские акции. Россия еще, по-моему, в 1994 году открыто заявила, что не принимает концепцию американского лидерства. То есть, грубо говоря, до тех пор, пока для американцев не будет решена российская проблема, ни о каком однополярном мире, ни о каком американском лидерстве в мире говорить невозможно. Для этого необходимо как-то решить российский вопрос. Вопрос, да, прежде всего, главная цель США в отношении России, это снизить наш военный и ядерный потенциал до безопасного для США уровня и решить возможности, желательно, да, как-то реформировать Совет Безопасности ООН. Вот это, да, главные стратегические цели американской политики. И здесь, конечно, по-моему, Украина занимает для американцев гораздо большее значение, чем терроризм и все что угодно. Украина – это гарант невосстановления Советского Союза. То, что произошло в 2014 году, на Западе, особенно американцы, сочли как ревизию 1991 года. Вот весь современный мировой порядок, так как он выстраивался с 1991 года, он строился на базовой идее, что итоги распада Советского Союза – это навсегда. Пересмотрены они не будут никогда. Это был, скажем так, да, краеугольной основой с американской точки зрения мирового порядка. Теперь они пересмотрены. И это вызывает у американцев, естественно, вот такую реакцию, какую мы видели. Вот что произошло в прошлом году, если так кратко взять. Вот кончилась наша модель скрытого соперничества с американцами. То есть до 2014 года мы, в общем-то, знали, что мы противники, наши военные доктрины и политические так рассматривали друг друга. Мы вели скрытое соперничество, относились друг к другу очень неважно, но при этом все-таки продолжали называть друг друга партнерами. При этом все-таки были какие-то общие проекты, о которых мы говорили, мы как-то ориентировались, пытались как-то что-то голосовать позиции. Вот теперь, в общем-то, я сильно боюсь, что начинается игра без правил. Вот теперь мы вступили в полосу соперничества, которое уже может вестись без каких-то страховочных механизмов и правил. И это, по-моему, даже более опасно, чем период холодной войны, когда, в общем-то, соперничество шло по правилам. Но об этом, если интересно, можно будет поговорить потом. А пока какие у нас основные вызовы? Я бы выделил, на мой взгляд, четыре основных вызова. Вызов первый, о котором уже говорили мои коллеги, особенно Юрий Николаевич, это то, что Россия интегрирована в мировую экономику. Вот это действительно вызов. Потому что, согласитесь, для человека 50-х годов такие санкции были бы просто смехом. Даже для человека 70-х годов они бы ничего не вызывали, кроме улыбки. То есть, пока есть независимое производство в стране, пока есть независимая относительно автономная финансовая система, то ни одна санкция не страшна. То есть, если Россия понимает, что мы идем к более жесткой модели противостояния с Западом, то да, нам необходима, назовывающиеся именами, некая форма экономической автарки. Нам надо будет тогда возрождать некую форму экономической автономии. Нам надо будет как-то думать, как отойти от мировой финансовой системы. Пусть не полностью, но гораздо больше, чем сейчас. Вот это, скажем так, первая основная проблема для дискуссии. Второй момент. Конечно, для нас самое неприятное, то, что мы увидели, чтобы оказал украинский кризис, это консолидация Запада на антироссийской основе. Вот сколько мы не пытались выстраивать отношения с Францией и Германией, сколько мы себя не уверяли минувшие 20 лет, что отношения, что США это одно, а Германия это совсем другое, что при необходимости Франция и Германия ради дружбы с нами заблокируют действия США. В общем-то, кризис показал, что никто ничего не заблокировал. Да, есть недовольство у французской прессы, есть там недовольство в итальянских политиков, но, в общем-то, да, серьезно на конфликт с США ради отношения с нами никто не пошел. Третья проблема, я бы сказал, тоже для нас она не очень приятная, что да и в незападном мире всерьез нас не поддержал никто. Да, они выступили против, да, они, скажем так, не заняли проамериканскую позицию, но я, например, не слышал ни от одного ни китайского, ни индийского политика заявления «Россия полностью права, Соединенные Штаты полностью неправы». Мы полностью однозначно признаем Крым российским. Вот такого заявления я не слышал ни от одной страны третьего мира. Да, БРИКС осудила санкции, но никакими контрмерами никто не пригрозил. Вот это, конечно, да, проблема, что, в общем-то, незападный мир будет скорее наблюдать за итогами нашего конфликта, а не, скажем так, нереально ссориться с американцами ради нас. Вот это тоже, скажем так, неприятность. Ну и, наконец, четвертый вызов, я бы так сказал, это, конечно, действительно украинский конфликт. По-моему, мы идем к ситуации, я бы так сказал, в идеале замороженного конфликта. Вот я думаю, что мы получим еще один замороженный конфликт на территории СНГ и будем вести, соответственно, переговоры. Продолжение следует...